Мы находимся сейчас в управлении дизайна и архитектуры. Это, если хотите, какая-то творческая лаборатория, где происходят самые разные процессы, касающиеся разработки различных дизайнерских проектов компании. Транспорт, так сказать, необычный. Это не автомобиль, который уже имеет точную морфологию, что мы знаем, там будет двигатель, там будет шасси. Поскольку все делается с нуля, то невозможно сразу полностью написать техническое задание, которое исполнив, мы получим готовый транспорт. Наш отдел предлагает какие-то в каких-то проектах более интересные решения по свету, по эргономике, по материалу, по взаимодействию всех вот этих элементов. Я скажу так, это, конечно, достаточно уникальный случай для вот таких вот дизайнерских бюро, когда в одной обойме сосредоточены специалисты разных направлений. То есть тут тебе и графический дизайн, и полиграфический дизайн, и концептуальный дизайн, и 3D дизайн, и технический дизайн. И, в общем-то, все-все-все. Тут трудно что-то еще себе представить, чем мы, чем наши специалисты не занимались бы. Самый лучший дизайн, по моему мнению, это тот дизайн, который, ну, когда ты приобретаешь объект и обнаружишь в нем функции, о которых ты не знал, за которые ты не платил. В процессе, опять же, мы видим, что какие можно было бы использовать материалы, допустим, в транспорте. Ну, по сути, он смотрится, опять же, этот концепт, он, по сути, транспорт. Но мы в транспорт вводили, допустим, элементы дерева. Оно выступает как и декор, такие функциональные жалюзи, как выступают. Вот такие моменты. То есть, покуда ты не начнешь над этим работать, тебе это банально, но это не приходит в голову. Разрабатывать такие вещи можно очень-очень долго. Но мы прекрасно знаем, что время — это такой же ресурс, как и деньги. Да, собственно, время и есть деньги. Поэтому даже если бы нам хотелось это делать долгими годами, вот мы прекрасно отдаем себе отчет, что мы, как профессионалы, должны еще и вложиться в какие-то временные рамки. Тут отличие от того, что довольно-таки большой цикл разработки, длинный цикл. Если какая-то вещь, именно промышленный дизайн, а не транспорт берем, мышки какой-нибудь, срок жизненный цикл этого продукта именно в разработке может быть месяц-два, то транспорт — это всегда год, два, три, четыре, в зависимости от сложности системы. Очень важно прожить этот момент, не перегореть и дождаться выхода, ну, доработать до конца, потому что финал очень важен для дизайнера. Если мы не видим результата своей работы, то просто немножко сходим с ума и как бы, ну, работать. Тогда становится интересно, когда ты уже видишь готовый объект, который там можно потрогать, в котором можно посидеть. Ну, это вот самое, как бы, классное. Ну, на данный момент это ведется разработать, так сказать, модулей, пассажирских модулей для Unicorn. Сейчас активно мы занимаемся Unicorn. Вот у нас Unicorn есть направление 2 — это подвесной и навесной, и на базе его мы занимаемся разработкой пассажирских модулей, модулей как навесным и подвесным, такого, чтобы можно было этот транспорт использовать не только для грузов, контейнеров, но и также попробовать. Ну, это, опять же, это нечто, что ли, концепта, чтобы точка зрения, точка видения такая вот, на то, что этот транспорт может быть и не только возить контейнеры, но и некие модули. Ну, вот мы здесь видим, это уже переработанный Unicorn. На базе него установлен пассажирский модуль. Мы в работе еще здесь часть только него и его. Вот, мы можем видеть там пассажиров уже, это обязательно внедрять, так сказать, человека в среду, которая разрабатывается, чтобы опираться на него параметры. Здесь абсолютно новая отрасль, совершенно новая, нам некуда посмотреть, нам не с кого срисовать это все. Мы это все делаем сегодня на завтра, мы сами сталкиваемся с чем-то, сами находим какие-то пути решения, сами их предлагаем, сами их внедряем, сами их решаем, сами получаем результат. Поэтому сложность здесь в том, что мы пробиваем новую нишу, это всегда очень сложно. Вот, ну и как в любом машиностроении, наверное, технический дизайн всегда упирается в конкретные параметры узлов, агрегатов, да. Мы, может быть, и хотели бы где-то сделать что-то вот так, но там, под этой обшивкой, должен быть какой-то сосредоточен какой-то узел, какая-то эти проводки, какой-то механизм, какой-то, значит, и мы уже должны менять, да, эту форму. И точно так же и конструкторская деятельность, она тоже предусматривает вот эти изменения. То есть, может быть, этот узел грамотнее поставить, это непрерывный процесс. Вот, и это взаимодействие, которое происходит между техническими дизайнерами и конструкторами, да, это, это, ну, это тоже, как, знаете, как музыка, как песня. Субтитры создавал DimaTorzok